Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. В студии Айгерим Купаева. Судоперевод Даврина Абдрасилова. Единство, созидание, прогресс. Сегодня в Астане прошла 33-я сессия АНК под председательством президента страны Касымжо Марта Тукаева. В связи с паводками ежегодная встреча представителей Института дружбы состоялась в онлайн формате. На повестке дня вопросы сохранения единства и согласия, итоги деятельности и планы на будущее. Какие проекты намерены реализовать члены АНК в регионах Казахстана и какие задачи ставят они перед собой, узнаем из материалов сюжета. Сессия Ассамблей народа Казахстана – важное событие для представителей всех этносов нашей страны, которые члены Института дружбы ждут с нетерпением. Однако в этом году идею президента провести такую встречу в онлайн формате представители АНК поддержали единогласно. Подчеркнув, что финансирование сессии лучше направить на помощь пострадавшим регионам. В Казахстане настолько сегодня трагично все. И вот что мы провели так быстро, хорошо, и все вот эти, что финансы должны были потрачены, на это будут направлены на помощь пострадавшим. Я считаю, что это первый такой правильный шаг. Когда только были созданы штабы по сбору гуманитарной помощи, ассамблея, одни из первых откликнулись, оказали помощь, собрали необходимые продукты, питание и все необходимое. Как отметили участники встречи, эта весна стала настоящим испытанием на дружбу и сплоченность. Глава государства подчеркнул, что с первых паводков все видели активную и слаженную работу ассамблеи. В кратчайшие сроки были развернуты республиканские и региональные штабы АНК по оказанию всесторонней поддержки пострадавшим. Проводится масштабная акция «Журек-тен-журекке», в рамках которой в зоны бедствия уже направлено свыше полутора тысяч тонн продуктов питания и товаров первой необходимости на общую сумму около 770 миллионов тенге. Живым олицетворением сплоченности и взаимопомощи граждан стало участие 12 тысяч волонтеров этнокультурных объединений в сборе благотворительной и гуманитарной помощи, организации эвакуации и информировании граждан. Как подчеркнул президент, несмотря на различные угрозы и вызовы, мы уверенно идем к поставленным целям. Принятые в Казахстане реформы уже дают свой результат, став импульсом к развитию общества. Но заложить фундамент будущих свершений мы сможем только общими усилиями, подчеркнул глава государства. Именно поэтому повестка нынешней сессии Ассамблеи обозначена как «Единство, созидание, прогресс». Эти три слова очень точно и емко отражают не только предназначение АНК, но и суть нашего стратегического курса. Наша главная миссия – созидать, строить, творить. Единство и солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. Глава государства указал на ряд актуальных задач, для достижения которых необходимо сфокусировать усилия. А именно, синхронизировать деятельность АНК с новой гуманитарно-идеологической доктриной. Он подчеркнул важность усиления роли Ассамблеи. Кроме этого, послам Касымжу Марта-Токаева, сегодня огромное внимание следует уделить вопросам воспитания детей на основе фундаментальных ценностей. Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов. Наша молодежь должна все время смотреть вперед. Важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны, как общего, неделимого достояния нашей единой нации, без политизации и ненужных эмоций. В учебно-воспитательном процессе должны звучать принципы «Мы разные, но мы равные. Единый народ Казахстана». Также в рамках сессии АНК состоялось выступление членов Института дружбы. Спикеры не только подвели итоги работы, но и внесли ряд предложений по улучшению деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Во-первых, это все-таки усиление домов дружбы, открытие их не только на базе области, но и в районах открывать. И создание мобильных домов дружбы. Предложение в сельской местности работать именно с молодежью, выезжать туда и проводить профориентацию, что вузы должны туда приезжать, работодатели должны приезжать и именно там вести отбор. И мне очень нравится, что было предложение создания центров комьюнити. Сегодня в нашей стране проживают представители более 130 национальностей. В регионах действует свыше тысячи этнокультурных объединений. За вклад в укрепление мира и согласия, а также работу по пропаганде изучения государственного языка, ряд членов Ассамблеи был отмечен государственными наградами. Надежда Белова, Жеслан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. На 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана Касымжомар Токаев выступил с важной речью, которая касалась актуальных вопросов патриотизма, использования латинской графики в государственном языке, ведения инновационных систем и многих других. Однако паводки на большей части страны – одна из главных тем заседания. Глава государства отметил, что на долю нашего народа выпало непростое испытание – разрушительные стихийные бедствия. По словам президента, в эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа. Спасатели, волонтеры, госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, гражданские активисты, представители бизнеса и молодежь – никто не остался в стороне от общего дела. Также Касымжомар Токаев поделился и планами аварийно-восстановительных работ. Так, через полгода, благодаря сплоченности и общим усилиям, нам удастся восстановить большую часть разрушенных жилых домов. Поддержку главе государства выражают абсолютно все граждане страны, призывая к активным действиям и сплоченности в это непростое время. На сессии была тема трагедии, которая случилась, природные катаклизмы. Мы своими руками построим, что было разрушено. Самое главное, тут нужно, как сказал президент, единство людей. И нужна огромная помощь молодых людей. Вот в течение лета мы все построим. И все у нас будет хорошо, спокойно, если будет взаимопонимание, согласие, любовь и дружба между людьми, которые живут на этой прекрасной земле. В стабилизационном фонде региона хранится внушительный запас продовольствия – около 4,5 тысяч тонн, стоимость которого составляет более 1 миллиарда тенге. Необходимо отметить, что этот запас включает в себя 8 различных социально значимых товаров. Об этом сообщили сотрудники СПК ЖТСУ на брифинге с представителями СМИ. По словам специалистов, такое разнообразие товаров гарантирует, что рыночные цены на них не будут неоправданно расти в будущем. Также они утверждают, что ситуация на рынке была бы более стабильной, без вмешательства спекулянтов. Несмотря на то, что цена на муку повысилась в прошлом году, а сахар в позапрошлом, эксперты сообщают о успешном контроле цен в текущем году. По словам сотрудников организации, это свидетельствует о том, что были приняты эффективные меры для стабилизации рынка и обеспечения доступности продуктов для населения. СПК ЖТСУ является специализированной организацией по реализации двух механизмов по стабилизации цен. Первый механизм – это формирование стаффонда. И второй механизм – это выделение льготного кредита под 0,01% именно товаропроизводителям, которые производят и продают товары, которые относятся к социально значимым продуктам питания. Из бюджета области в 2023-2024 годах выделено 5,8 млрд тенге. На эту сумму СПК ЖТСУ законтрактовало товаров на более 21 тысячу тонн товаров продукции. Хорошая техника – залог продуктивной работы. В области ЖТСУ предпринимаются меры поддержки аграриев, возделывающих сахарную свеклу. В частности, 2,5 млрд тенге выделено на работу сервисно-заготовительных центров. Производится обновление машинно-тракторного парка. Подробности в материале. Край ЖТСУ всегда был сахарным регионом. Одной из главных целей аграриев на сегодня является вернуть былую славу и возродить сахарную свеклу. Для этого приобретается современная техника, которая позволит более качественно проводить посевную и уборочную кампании, увеличивая темпы работы и уменьшая потери. Так, в этом году в области ЖТСУ в процессе создания еще 8 сервисно-заготовительных центров, которые будут оказывать услуги аграриям, занимающимся возделыванием сладкого корнеплода. В 2024 году СПК ЖТСУ в области ЖТСУ в пяти районах – это Алаколь, Аксус, Аркан. В Каратальском районах создает 8 сервисно-заготовительных центров и закупает 62 единицы сельскохозяйственной техники для выращивания именно свекловичных культур. Данная техника будет передана в сервисно-заготовительные центры по льготным условиям на 10 лет по 2,5 годовых. Первые два года будут каникулярным по основному долгу. Созданные сервисно-заготовительные центры будут оказывать услуги близлежащим крестьянским хозяйствам по выращиванию сахарной свеклы. Преимущество данной работы уже оценило на себе руководство товарищества Татэ Тубер из Исклидинского района. Они получили необходимую технику на сумму порядка 240 миллионов тенге. При этом, как и полагается, два первых года предоставлен кредитный отпуск. По словам крестьян, современная сельхозтехника значительно упростила работу. Теперь здесь засеивают до 30 гектаров в день. Данный центр будет предоставлять технику в аренду аграриям. Таким образом, планируется оказать услуги порядка 10 ближайшим крестьянским хозяйствам. До прошлого года у нас были старые сиелки. Из-за изношенности техники мы в процессе работы теряли много времени. Но с каждым годом появляется новая сельхозтехника, применяются новые методы работы. Вот и мы, обновив машино-тракторный парк, увеличили продуктивность работы. Теперь в день техника может обработать 25-30 гектаров земли. В этом году мы надеемся повысить объёмы урожая. С 2011 года СПК ЖТСУ реализует проект по созданию сервисно-заготовительных центров. За 12 лет до 2023 года был создан 61 центр, работающий по разным направлениям. Для возделывания различных культур, в том числе сахарные свёклы, зерновых, бахчевых и овощей, было приобретено около полутора тысяч единиц техники на общую сумму 15 миллиардов тенге. Надежда Белова, Нуржан Касабулатов, телеканал ЖТСУ. В Талдыкургане в текущем году отмечается снижение числа лесных пожаров. Специалисты отрасли отмечают, что данный результат был достигнут благодаря профилактическим рейдам. Кроме того, экстренные службы, полиция и волонтёры активно вели разъяснительную работу среди жителей региона по вопросам пожарной безопасности, в том числе путём распространения информации в СМИ и социальных сетях. О подробностях работы профильных служб в нашем следующем материале. Под охраной Талдыкурганского лесного хозяйства находится более 185 тысяч гектаров лесных массивов. В нём свою деятельность осуществляют 143 сотрудника, из них 112 лесников. В настоящее время, по словам специалистов, контроль за лесной территорией вблизи города осуществляется с помощью камер видеонаблюдения. Это способствует предотвращению пожаров, говорят эксперты. Теперь в планах у работников лесного хозяйства увеличить количество видеокамер для более эффективного контроля и обеспечения безопасности лесного массива. Каждые выходные, в зависимости от погодных условий и количества посетителей на территории, проводится рейд совместно с сотрудниками ДЧС в лесном заповеднике. Учитывая наличие различных посетителей на этой территории, таких как пастухи, пчеловоды и отдыхающие, ежедневно проводится агитационная работа с целью привлечения их внимания к вопросам безопасности. Это является одним из эффективных способов предотвращения возгорания в лесах. Согласно статистике Национальной пожарной службы, количество лесных возгораний сократилось с 13 в 2022 году до 3 в 2023. По словам экспертов, основной причиной пожаров является несоблюдение мер безопасности горожанами во время отдыха на природе. Для пресечения подобных случаев были организованы специальные мобильные группы, которые с начала года провели 43 рейда. В результате организованных мероприятий был наложен штраф на жителя областного центра в размере более 73 тысяч тенге. С начала пожароопасного периода 2024 года на открытых степных территориях города зарегистрировано три случая загорания общей площадью 1 гектар. В результате никаких материальных ущерб нанесен. Причинами возгорания является неосторожное обращение с огнем, неконтролируемый отжиг жителей сухой травы и брошен непотушенная сигарета. Для реагирования природного пожара создано два добровольных пожарных формирования, состоящих из 67 человек, 18 единиц техники, а также КГУ, Талакурганское лесное хозяйство. На постоянной боевой готовности находится 16 человек. Специалисты отмечают, что лица, которые не соблюдают правила пожарной безопасности, подлежат дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Карина Закрива, Иркаблан Жакабай, Мадибай Бусынов, телерадиокомпания «ЖТСУ». В городе Текеле состоялась выставка местных товаропроизводителей. Свою продукцию на ярмарке представили пять предпринимателей региона. В выставке отечественных товаропроизводителей принял участие и руководитель отдела прав интеллектуальной собственности Департамента юстиции области ЖТСУ Ельтайо Бакиров. Подробности далее в сюжете. В городе Текеле в настоящее время насчитывается более полутора тысяч предпринимателей. Они возглавляют промышленные предприятия и крестьянские хозяйства, тем самым обеспечивая рабочими местами около трех с половиной тысяч человек. Одним из таких производств является молочный завод Текеле. Данный объект обеспечивает население города натуральными продуктами. В целом предприятие выпускает семь видов молочных продуктов под брендом Текеле. В настоящее время мы поставляем свою продукцию в города Алматы и Талдыкурган. Она реализуется в больших и малых торговых магазинах и в таких супермаркетах, как Смол, Магнум и Тоймарт. А в городе Текеле практически в каждом магазине есть наш экологически чистый товар. Наши молочные продукты пользуются огромным спросом среди населения, ввиду своего натурального состава, а также вполне доступными ценами. Одной из отечественных производителей этого края является и Жанна Жанабаева. Для приготовления экологически чистого чая, мыла и яблочного уксуса она использует растения и лекарственные травы, произрастающие на склонах местных гор. Для реализации своей продукции «Бизнесвумен» содержит даже свой эко-магазин. Стоит отметить, что ее товар вошел в десятку лучших экологических продуктов в 2023 году в рамках проекта «Одно село, один продукт». Делаем мыло, ручной работы, спреи, гидролаты, потом ферментированный чай. Ну, в общем, мы полностью произведем эко-продукцию. Мы производим мыло. Мыло у нас шунгитное, на травах, куркумой, активированным углем. В общем, 10 разновидностей мы планируем производить. И планируем произвести гидролаты разных сортов, с разных вытяжек. Очень много трав. У нас идут большинство миксы для волос, для кожи, для лица. Планируем расширяться. Нам нужно оборудование, улучшать наш свой бизнес. В рамках выставки местных товаропроизводителей среди предпринимателей была проведена разъяснительная работа по пресечению и недопущению нарушений прав интеллектуальной собственности. Представители областного управления юстиции встретились с бизнесменами и разъяснили им требования закона о товарных знаках. Наряду с этим они предоставили необходимую информацию по регистрации коллографических знаков, географических названий и прочего, что необходимо отображать на выпускаемой продукции. Главная наша цель – проведение разъяснительных мероприятий среди предпринимателей о недопущении нарушений законодательства нашей страны. Однако, в связи с бурным развитием современного бизнеса, а также условий торговли, к сожалению, подобного рода нарушений встречается немало. Многие предприниматели в ходе ведения бизнеса допускают незаконные действия. Вот поэтому мы и проводим разъяснительные беседы в целях профилактики, а также предотвращение нарушений законодательства. На сегодняшний день по городу Текеле у нас, согласно статическим данным, зарегистрировано 1534 предпринимателей. Из них 206 – это средний малый бизнес, одно крупное предприятие, и в крестьянских хозяйствах имеется 46 предприятий. Малый и средний бизнес потихоньку развивается в городе. У нас имеются промышленные предприятия, которые производят свою продукцию, как Алакай, Текеле, Гранит, Гормонзавод, которые в истории 50 лет... Предприятия созданы в 1954 году, по сей день работают, обеспечивают местных крестьян работой ближайших сельских округов. Стоит отметить, что в прошлом году в области ЖТСУ у шести предпринимателей была конфискована контрафактная продукция. Изъятый товар был оценен в более чем 1 миллион тенге. В Милане запретят есть пиццу и мороженое. Украинка вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Мальчик научился имитировать крик чаек и выиграл чемпионат Европы. Подробнее в сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. Власти Милана всерьез намерены запретить есть пиццу и мороженое после полуночи. Здесь планируется ввести закон, запрещающий продавать еду на вынос в ночное время. Ограничения коснутся пиццы, мороженого и других блюд. Проект направлен на борьбу с шумными гражданами, которые наводняют улицы Милана в ночные часы. Предполагается, что запрет будет действовать с мая по ноябрь с половины первого ночи в будние дни и с половины второго ночи в выходные. Украинка Алияна Сырова вошла в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных волос среди ныне живущих женщин. Так, при росте 165 сантиметров девушка имеет волосы длиной 257 сантиметров. Алию представили публики в эфире итальянской программы. Там она призналась, что никогда не обрезала свои локоны, а только подстригала кончики. Рекордсменка надеется, что ее пример вдохновит людей наслаждаться человеческой красотой и быть естественными. Мальчик из Великобритании выиграл чемпионат Европы по имитации крика чаек. Им оказался 9-летний британец Купер Уоллес. При этом отмечается, что чайки увлекли ребенка после того, как морская птица напала на него. Соревнования традиционно проходили в бельгийском прибрежном городе Де Панне. Купер набрал 92 балла из 100 возможных, став победителем сразу в двух категориях – среди несовершеннолетних и среди взрослых. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. В области ЖТСО избран новый президент Федерации волейбола. Согласно решениям участников голосования была поддержана кандидатура Талгата Умербекова. Новый глава Федерации заявил, что для развития волейбола в регионе нужен свежий импульс. А президент Ассоциации, в свою очередь, приложит все усилия для реализации задуманного. На пост президента Федерации волейбола в области ЖТСО претендовали сразу три кандидата. Однако большинство поддержали Талгата Умербекова. Следует отметить, что он уже внес свой вклад в развитие мужского волейбола в регионе. Еще в 2010 году новый президент Федерации возглавлял молодежный клуб «Края», а также был тренером по волейболу среди девушек. Его воспитанники дважды побеждали на республиканских юношеских играх, становились чемпионами национальной лиги, а также вошли в сборную Казахстана. Мы прилагаем немало усилий, чтобы наши спортсмены-волейболисты занимали лидирующие позиции на республиканских соревнованиях. Мы настроены на планомерную работу, которая будет развивать волейбол в нашем регионе. Участники ассоциации готовы сотрудничать между собой и продолжать продвигать этот вид спорта. Наша задача – проводить как можно больше соревнований, увеличивать объем мероприятий и освещать их. Только за один сезон в самом Талдукургане проводятся соревнования среди 48 команд. В их числе – участники разной возрастной категории. В ходе совещания новый глава федерации также поделился планами на будущее. Он предложил активизировать работу волейбольных организаций в сельской местности и популяризировать волейбол среди молодежи. Необходимо сократить количество тренировочных площадок и привлечь внимание жителей региона к занятиям волейболом, подчеркнул Талхату Мирбеков. В свою очередь участники встречи поддержали его инициативу и высказали свои предложения. «Если разрешится вопрос с тренировочными залами для волейбола, обновится материально-техническая база и будет финансирование в этом направлении, то, думаю, результаты не заставят себя ждать. Президентом областной федерации волейбола мы избрали Талхату Мирбекова. Считаем его профессионалом своего дела. Не сомневаемся, что он приложит все усилия для развития этого вида спорта в нашем регионе». Основная цель руководства областной федерации – поднять уровень волейбола в области ЖТСУ на должный уровень. Глава ассоциации заявил, что он будет неустанно трудиться для достижения поставленных задач. Продолжение следует...